Перед праздниками майскими, где-то за недельку, где-то там в Подмосковье, один глава подмосковного района вдруг взял и выложил видеообращение к президенту нашей страны. Переговоры с угрозами и методами заказных дел глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун выложил в сеть прямо во время обыска в здании администрации. В телефонном разговоре начальник управления ФСБ России Иван Ткачев называет Владивосток в числе регионов, где руководители вынудили уйти в отставку по фиктивным уголовным делам. Вот якобы генерал-майор сказал так, Владивосток, он был самый крутой, его на руках носили. Спустя почти два года после ареста Игоря Пушкарева в случайном телефонном разговоре дают понять, дело экс-главы Владивостока заказное. По моему мнению изначально, ну не только по моему, это в городе обсуждается же в принципе в кауларных разговорах, что это дело какое-то странное. Вот такое слово странное, что вот так вот взять, неожиданно человека закрыть, применить такие жесткие меры, показательно при чем закрыть, показательно жестко. Напугать нас. Напугать, это как сейчас ведется дело, при том, что он не является социально опасным, каким-то криминальным авторитетом держать человека два года в заключении, в клетке. Вот закусить немного странностей. О том, что Игорь Пушкарев пользовался во Владивостоке уважением и популярностью среди жителей, говорит и его участие в клипе группы «Мумитролль. Четвертый троллейбус», считает Галина Антонец. Я ведь не зря господина Ткачева, генерал-майора ФСБ, вспомнил сегодня. Дело в том, что когда Игорю Сергеевичу Пушкареву продляли срок задержания под стражей, вот его первый раз на два месяца, наверное, да, потом вот еще, 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 именно господин Ткачев подписал обращение в Генеральную прокуратуру, в которой мотивировал, что вот нельзя Игоря Пушкарева отпускать на свободу, именно тем, что он может оказать давление, потому что у него есть медиа. По мнению медиа-юриста Галины Антонец, телевидение и радио не смогут оказать никакого давления на суд, достаточно просто их не смотреть и не слушать. Однако Игорь Пушкарев по-прежнему остается в Москве, и его дело рассматривает Тверской суд. Знаете, насчет холдинга, на мой взгляд, просто какие-нибудь площадки в сети интернет, которые как в СМИ не зарегистрированные в холдинг не входят, имеют больше возможности влияния на суде, на общественное мнение и вообще на ситуацию в стране, которые вне правового поля, по сути, и которые, скажем так, не стоят на стойке с Мирно-Педросском надзором, там прокуратурой и полиции. Экс-главу Владивостока обвиняют в коммерческом подкупе, злоупотреблении должностными полномочиями и получением взятки от родного брата. Однако, какие конкретно Пушкарев превысил полномочия и какими своими действиями нарушил закон, обвинение, дойдя до 22-го тома уголовного дела, так и не озвучило. Светлана Садовая, Дмитрий Сухоруков, Новости на Восьмом.